здравствуйте дорогие мои друзья ну давайте сегодня опять поговорим о сказках о сказках народов мира и сегодня у нас простая такая детская сказка которая называется дровосек и тигр жил когда-то в чаще леса дровосек рубил он дрова накладывал на повозку и два быка тащили повозку в деревню а потом быков запирали в хлев чтобы как говорится звери их не забрали не задрали ну и чтобы нам не своровали злоумышленники то есть с одной стороны конечно работа не пыльная волоки себе дрова с другой стороны что за жизнь всю дорогу в ерме таскай дрова и стой в вонючем хлеву за какие-то побеги которые за сухое сено которые вообще не дадут ничего ну что же все мы знаете часто бывает действительно тоже волочем свою повозку и думаем что мы какие-то люди мы иногда бываем именно такими валами извините за отступление совсем не сказки как-то раз отошел человек подальше хотелось ему срубить одно очень высокое дерево вскарабкался на дерево и принялся за дело а к дому ему подкрался тигр обошел тигр кругом жилья и почуял быков но хлев был заперт тигр рычал и ломал бамбуковую дверь а быки дрожали от страха каждый миг дверь могла не выдержать и тогда тигр разорвет их на куски но нужда и быка научит жизни младший бык придумал что-то и замучал эй тигр смотри в оба тигряр наверно конечно балдел когда быка услышал такие слова и сказал еще чего ношет мне смотреть то и бы кому ответил ты конечно должен знать сам знать что делаешь но я тебя предупреждаю как зверь зверя наш господин великий и страшный волшебник я и мой друг в четверо больше сильнее его но он проделал нам в кольца через нос и привязал он может сделать с нами что хочет захочет и побьют не дразни его а то он вернется домой и будет с тобой тоже что и с нами тигр рассмеялся и сказал ха хотел бы я посмотреть как он со мной справится ха ха кольцо в нос смотрите игр я тебя предупредил где же ваш могучий волшебник прорычал тигр вот эти понты понты взяли его на гордыне то есть так ну сломай дверь дверь бамбуковые ну сожри быков нормально но вот именно эти подцепили на гордыне как и бесы цепляют человека так где же ваш могучий волшебник прорычал тигр покажи мне куда он пошел и я вызову его на бой уж здесь и его волшебное искусство не поможет ха ха кольцо в нос ну не говори что я тебя не предупреждал слышишь топор стучит иди туда и ты его найдешь то есть быки тоже они такие как сказал подсеры сайте посылать посылать тигр думать ну пусть он сожрет нашего хозяина и на может быть повальнее будет то есть обиду они все-таки на хозяина держали за эти условия как рыцарапские сказать ну посмотрим либо тигр его сожрет либо он счет с тигром сделать мы по-любому выигрыши в наваре бычары оказались очень даже непростые ну и тигр отошел от хлева и быки перевели дыхание а тигр нашел дровосека и сказал ему а он на дереве сидел дровосек как мы понимаем так бы он его сразу это и тигр говорит я слышал что ты великий волшебник спускайся вниз если посмеешь и мы увидим кто кого сильнее дровосек со своего высокого дерева издали увидел тигра но нет не испугался и ответил ему я согласен только вот свой волшебный камень я по глупости обронил дома на пол когда уходил могу ли я скоренько сходить за ним вообще тоже такой наивняк но тигр говорит хорошо сказал тигр я подожду тебя здесь то есть эти все таки вот с хищника благородства на самом деле действительно бой так бой честно да да но я не доверяю тебе возразил человек ты конечно боишься моего волшебного искусства и улезнешь пока меня нету за кого-то меня принимаешь возмутился тигр вот что предложил человек давай-ка я привяжу тебя когда ты наверняка не уйдешь и мы обязательно встретимся снова ну тигра гордыня взыграла ладно привязывай человек соскогнул сделать с дерева собрал крепких лиан и связал тигра так что тот ни одной лапы не мог пошевелить после этого дровосек сказал смотри теперь тигр это мое волшебное искусство что ты можешь делать если я тебя за рублю понял тигр что волшебное искусство человека это его разум и стал он просить человека прощение за то что посмел с ним соседаться слушай дяденька сказал если ты меня отпустишь то я никогда не буду нападать на тебя и детей своих ночью чтобы они не трогали твоих детей внуков и правнуков на то мы порешили и дровосек отпустил тигра вот почему на некоторых людей тигры не нападают наверное это потомки того самого дровосека ну значит на некоторых то все-таки нападают и жрут но все-таки человек получается самый главный хищник и главной подлости этого действительно тигр видите в принципе благородно сказал пожалуйста я готов бери оружие и и давай сражаться бери свой волшебный камень то есть он пошел как говорится на открытый турнир а человек как без взял его на благородстве благородство и гордыня честно знаете мы этим тоже как бы знаете с подлецами надо работать без правил на этом очень многие горят и с бесами часто знаете благородство благородство с благородными когда речь идет о жизни о здоровье вашем то в критических в критических ситуациях надо использовать любые методики любые как бы это ни казалось но в этой сказке видите много вроде юмора и в то же время подлость хотя видите пощадил он его так и бесы часто щадят людей но потом за это приходится всегда расплачиваться либо им либо потомкам поэтому друзья мои сохраняйте разумность разумности действительно за зло злом за добро добром все друзья мои какая странная сказка далекая но похожая на нас а быки то вообще-то еще те еще те свинтусы хотя кто их может обвинить на самом деле действительно ну невозможно же то есть видите в рабстве вот они понимают что от хозяина зависит их жизнь но вот это рабство все-таки нету нет уважения любви они готовы ему в любой момент и под тигр подставить и под что угодно то есть рабы не могут быть верными все друзья мои пока